Ну что за погодка? То дождь, то солнце. Решил начать снимать уже раз четвертый или пятый. И сгучаются тучи, темень такая, даже кроссовок не вижу. Так, сейчас уберем вот эту траву для СКР и МВД. Это не марихуана и не конопля. Это, что это, что это? Это, по-моему, малина и вишня сушатся в чай, так что обращайтесь. Вот одна пара, вот другая пара. Ну, кстати, всем привет. Дальше продолжаем завоевывать кроссовочный мир. На обзоре офигеннейшие просто пары. Это неспроста. Они здесь вместе, они очень схожи по типу. Здесь у нас ультрабусты. Коллаб с Марк Гонсалесом. Модель унисекс. Сделана в Китае. Сразу же хочу сказать, ценник нехилый. 180-200 долларов на модель. Глянул на eBay примерные ценники. Особенно в Германии меня поразила цена в 590 долларов на эту модель. На самом деле, я ее спокойно купил на Jumi в Германии. 10700 или 10800 с промокодом 15 или 17% и, боже, Яша пришел на балкон. Ну, блин, он сейчас камеру собьет. Давай вот здесь поселись как-нибудь. Он сейчас заколебет пищать. И просто спокойно, говорю, купил в Германии. Через 2 недели получил. И кто хотел, тот тоже купил, потому что я оповестил всех в Телеграме, как только модель появилась и вообще в своих подборках, как только что-то появляется новое со всего мира. Скорее с Германией, там с Японии. Да вообще пофигу хоть откуда, хоть с Польши, хоть с Турции. На Jumi сразу же все у меня сразу же появляется. Так что смотрите. Все есть в описании, не нужно спрашивать. Яша, будешь со мной сегодня обозревать. Американская девятка. Так, а здесь что? Здесь... Чего ты напугался-то? Здесь у нас тоже офигеннейшая модель от Joma. С Trade-In. Я покупал через Шопос. По факту, ну нормально, но курс мне не нравится. У Шопоса через Гурон с Европы будет дешевле доставить. Через Эстонию, а это было через Германию в Россию. Через Гурон, через Эстонию будет дешевле. Тоже с Trade-In, но вообще хоть откуда. 100 евро, как вы видите. Вот модель на Boosty. 100 евро, но я купил за 55. И там различные были расцветки. Просто офигеннейшие расцветки. Необычные. Я сразу же понял, что нужно брать и смотреть. Но не было моего размера. Поэтому есть 9,5. Вот с прискорбием. Просто жалею печально все. Что не мой размер. Честно. Давайте. Вскрываемся. И смотрим, что у нас. Что имеем. Вот, 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 вот. Необычный дизайн. Тут у нас привидение. Марк Гонсалес. Такой, думаю, загуглю. Что за Марк Гонсалес? Ну, знакомый что-то? Где-то написано, это чилийский футболист. И думаю, блин, чилийский футболист? Да ну нафиг. С ним коллап. А потом, это на одних сайтах было. А на других скейтбордист в прошлом. И ныне художник. И только, вот, именно фотку эту открыл. Увидел привидения вот эти. На этом типе. И все. Я думаю, это точно не чилийский коллап. А именно, вот, с художником коллап. Вот, это больше похоже. И вы еще, я не говорю. Вы чуть позже увидите. Что к чему. Здесь не просто такой принт. Он такой интересный. Здесь дополнительные пары шнурков. Салатовые и коралловые. Да, или как вы там говорили мне. Я все спрашивал. Какой-то огненно-оранжевый, красный. Да, да, да. И вот так вот. Вот так вот. Очень интересная пара. Мне, блин, понравилось. Ну, здесь, как обычно, вот, quality control. Контроль качества. Ну, все-все-все. Так и должно быть. Опять тут какие-то элементы из пластика переработанного. Сохраним природу. Там, матушку-землю. И все-все-все. Давайте дальше. Здесь сразу же против, этот, от MOLLE стикер. Да. И достаем. И, как вы понимаете, что здесь не уступает. Не уступает модель. Но она, если так посудить, получается раза в два. Да, в два раза дешевле. По факту, если я 55 евро отдал с учетом посредничества, ну, где-то в полтора, в два раза дешевле она мне вышла. Ну, в полтора примерно. Поэтому будем судить так. Здесь Reactive Ball. Вот это называется. Но все мы понимаем. А-ля Boost. Кстати, здесь тоже. Они стали халявить. Видите? Boost на самом деле белый, да? И тут, и тут. А здесь тупо покрыли краской. И тут тупо покрыли краской. Это хреново. Скажу я вам. Лучше, когда краситель вводит сам Boost. Потому что, как вот здесь, вот можно шеркнуться, или будете тереть, отмывать, и краска сползет. Ну, и деформируется. Ну, ладно. А до этого дойдем. Смотрим, смотрим. Все красиво. Бирки, бирки. Что мне прикольнуло? То, что у них, да? Ну, я уже показывал. Пишется, для чего модель тренировочная. Какая амортизация здесь у нас. Ну, средняя. То есть, отличная, но не максимальная. Перепад с носка на пятку 10 мм. Примерно, как и у Adidas. У Adidas обычно 10, 11. Так и есть. Но здесь, по-моему, потолще будет подошва, чем там. На Boost у Adidas. Для каких дистанций написано. И вес для американской семерки. Вес не хилый. Я так думаю, будет даже побольше. Начнем с Adidas. Ну, что здесь? Классический праймит. Да. Все, как мы любим. Только у всех отличия в отверстиях. Где-то они бывают побольше, где-то поменьше. Но от принта зависит. Но когда вытягивается ногой этот материал, то вентиляция еще становится лучше. Кстати, вентиляцию вы сейчас видите. Я думаю, на Джома она будет, наверное, получше. Но здесь, конечно, у Adidas сложно показать, потому что материал так тянется. И когда в растянутом виде, он как бы лучше вентилируется. Как вы поняли. Самый прикол-то в рефлективе. Вот все, что вы видите сейчас, это просто офигеннейшее. Крутая задумка. Слов нет. Я когда думаю, блин, присмотрелся такой. А там ниточки вот эти вставлены вот в прайм нит. И они со светоотражающим эффектом. Просто вот это заглядение. Вот такие модели, такие фишкари я люблю в любом бренде. И вот именно таких штук не хватает каждому бренду. Они перестали, перестали вот это все вносить. И почему-то я только вижу в коллабах какие-то вот такие плюшки-фишки. В обычных же версиях от Adidas я такое вряд ли увижу. И такой, знаете, вот опять потемнело. Но вы этого не заметили. Перенастроил немножко камеру. У меня все-таки ручные настройки используются. А здесь все потемнело. И я такой смотрю. Что-то они криво, что ли, сделали логотип. Такой приближаю, приближаю. А потом вижу там лицо вот этого привидения. И понимаю, что это типа, ну это привидение, а не Adidas Originals значок. Вообще, я говорю, круто, круто. Вот так вот нужно делать. Нужно быть как бы проще и веселее. И все. И к вам потянутся люди. В остальном же все это классический тип ультрабустов. Здесь пластинки. Здесь вот многие мне жалуются, что вылетает пятка, нет стабилизации. И вот чисто от материала здесь зависит. Если материал поплотнее здесь, то и будет как бы пятка немножко лучше держаться. Ну, такой вот, такой дизайн. Вот так вот они решили, что вот, вот такой пластинки достаточно внутри. То есть материала, в материале нет пластинки. Это нужно знать. Такой тонированный полупрозрачный пластик резина. Ну, больше на резину походит. Шнурки, шнурки, шнурки. Мне вот не нравится вот. Кому-то нравится вот это все дело, а кому-то не нравится, как мне. Да, мне ближе классический язычок. Ультрабуст, да, мягкий, хороший ультрабуст. Везде он по мягкости разный. Здесь опять же такая же резина тонированная. Пластинка в середине торшин. Континенталь резина. Что тут? Natural performance. Что-то природное что-то у нас. Опять, ну вот, может быть, что-то переработанное, да. Может быть, в резину что-то вставили. Здесь пластик, вы видите. Вот так же пластинка торшин от заваливания, типа, да. Ну, вот она здесь переход. Вот, давайте стельку посмотрим. Стелька тоненькая вот здесь. Ага, вот где переработка. Сохраним природу. В подклад вам вставили тут. Но вставляли. Видите, вот эти разноцветные фига тени. Это как и в стельке. Вот если вы видите стельку, орфолайт, как она, эко орфолайт. Вот это барахло, она разорвется вообще в клочья. Особенно, когда прилипнет. Прямая. Вы так отрывать начинаете, она разлетается на куски. Просто никакой прочности. И вот здесь вот, ну, подклад как бы, тут пофигу. Ладно, хорошо, в подклад засунули. Свои пластиковые отходы. Здесь опять же у нас, вот, видите, привидение. Ну, и все в таком роде. Тут написано хук. X, I, C, да? Наверное, 8,5. Все, все четко. Но обычно эвостелька. Так, переходим сюда. Когда я заказывал, ну, я же по фоткам заказывал фотографии. Мало. Коралловый цвет меня интересовало. А тянется ли вот этот материал? И да, когда пришли кроссовки, я думаю, ого, прикольно. Здесь тянется, да? Здесь еще лучше тянется. И что мне порадовало, то, что здесь вот эта площадка. Блин, кому я показываю вниз, показываю. Вот эта площадка насочная, она выше по высоте. То есть, вот здесь более объемно сделана, чем здесь. Здесь вот Adidas этим грешит. Вот здесь более правильно и более круто сделано. Adidas, Джома. Давайте, не знаю, посмотрим, что здесь у нас. Шнурки прямоугольные. Видите, как здесь язычок сделан. Это опять подмарафоны всякие они делали, насколько я понимаю. Потому что там всякие были вот эти версии. Но повторяться не буду. Язычок здесь классического плана. И пришит, видите, вот здесь вот резинки идут под стельку, как вот у Nike делает у нас всегда обычно. Хороший вариант исполнения. Мне вот этот классический вариант исполнения понравился. Вот если бы был мой размер, я бы уже эти кроссовки оставил. А вот нету, и, наверное, буду продавать. Ну, а что делать? Ну, они мне большеваты. Был бы 8,5 или 9, было бы вообще круто. Здесь пластиковая вставка. Классический стакан в пятке. То есть пятка просто так не продавливается. Дальше мы все это посмотрим. Текстиль, посмотрите, везде порта, порта, порта. Я говорю, выложились в дизайн. Ну, посмотрите, ну это же вообще красотища. Это обычная как бы модель, да? Это же не какой-то там коллаб. Просто вот они такую версию сделали. Ну, вот эти марафонские для каких-то марафонов, когда делают, то всегда красиво делаются модели. Чего уж греха таить у Брукса. Мне очень много версий нравилось там для Нью-Йорка там. Ну, не буду повторять вот это. Меня также интересовал вот этот реактив бол. Что за бол-бол? Вот эти что за реактивные мячики, шарики. Ну, вот, вы видите. А-ля такой же буст, как и там. Мне не понравилось прокрашивание. Мне показалось, что оно хуже, чем на Адике. Такое чувство, что если я сейчас до хрена буду тереть, то я соскребну, смогу соскребнуть. Где-то, ну вот, просвечивает, да, вот эта белизна. Да вот. Ну, может принт такой. Ну, не знаю. Короче, такое двоякое впечатление. Лучше бы краситель ввели в сам вот этот буст. Чего могу сказать по протектору. Протектор, в принципе, там и там неплохой. Ну, может быть, может быть, чуткарь будет получше на Джома. Хотя тоже, ну, такой он. Пятка, видите, как вот недавно Найк вам показывал. Пегасус 39, как сделали, да? Вот здесь типа того же. Ну, блин, да, интересно. А давайте по стельке глянем. А, и по бирке я вам не показал. И там, и там. Ну, что тут смотреть? Здесь 22-й год. 22-й год. Чина, чина. Так, а здесь у нас... Все чина, чина, да чина. Так, GP28, видите, US 9,5. Ну, как бы своя размерная сетка, евро 43 при этом, да? Порт R у порта. С названиями у них там, беда, вот эти R вставляют, где-то не вставляют. Ну, да ладно, давайте посмотрим стельку. А стелька сделана вот в том же уклоне, что здесь. И там тоненькая, и там тоненькая. Толстую сюда не вставишь, так как тогда будет протирать палец. Угу, другие материалы. Ну, вот такая вот стелька. Respect Sports. Уважение спорту, да? Софт мягкая, Footstep Soft. Ну, я бы не сказал, что она какая-то мягкая. Тоже такого же типа, даже здесь мягче. Обычная Evo опять же. Здесь, что у нас? Здесь опять Evo только помягче. Ну, в принципе, уверенно сделано 100 евро и 200 почти долларов, да? Ну, Германия 590. По-моему, достойно, достойно. Сейчас будем приборами проверять. US 9,5 JOMA 319 грамм. Ну, такой нормальный вес. US 9 Adidas 308 грамм. И вот непонятно, 9,5 вот эта модель была бы больше по весу или нет. Я думаю, плюс-минус то же самое. Сколько вам не может же мне прибор сделать? Я говорю, вот мне нужен прибор такой, толщиномер, чтобы с одной стороны был магнитик и с другой стороны магнитик. И вот это пространство у меня замерялось бы по толщине. Они говорят, а пеноматериал одинаковый будет? Говорю, нет. Ну, нет такого прибора. Я думаю, ну ладно, понятно. Сделаю сам такой прибор. Это только будет на механической основе. 72,5. 72,5 минус 47. 25,5 миллиметров. 2,5 сантиметра. Подошва у Adidas. Толщина его в пятке. Здесь у нас 77. 30. 30 сантиметров. То есть, джома на полсантиметра потолще, чем Adidas в пяточной части. Ну, вот такая разница. Мне вот интересно, что насчет твердости. Давайте. Прокрашенное место. 39. 39. Смотря куда попадешь. А если чистый буст? 29. Видите? 29. Видите разница какая сразу же, вот когда такая поверхностная краска. Измерим наш буст. 38. 35. 35,5. Чуть помягче. Но здесь такое чувство, слой краски поменьше. Ох. Блин, наверное, мы не измерим здесь, потому что резина. Ну, давайте, может, вот здесь попробуем. Не, не получается измерить. Прибор не вставляется. Если так посмотреть. А, на ощупь плюс-минус одинаково. Короче, можно сказать, что пеноматериалы одинаковые. Просто качество покрытия вот здесь вот разное. Глянем твердость нашей резины. 69. 68. 65. Резина, блин, ну она реально мягче. Хорошая цепкость, но при этом износоустойчивость меньше. Поглядим стабилизацию пятки. Я специально вот так боком ставлю. Видите? Здесь нет ее как таковой стабилизации. Все, видите, она уже прогибается. Вот, все. Ну, печаль, печаль. Что я могу сказать? Ну, а здесь вот, если поглядеть, будет все круто. Ох. Ну, достойные показатели. При этом пятка плотная. И чувствуется, что пластинка там хорошая вставлена. Не суперская, но хорошая. Проверяю, насколько легко сгибается наша промежуточная подошва. Носочной части. Хорошо, легко. Отлично. Посмотрим здесь. Здесь, а вот здесь уже не так хорошо. 67. Практически разница в два раза. Ну, она и видно, что здесь как-то объемно, во-первых, и более жестко сгибается. Здесь же, смотрите, какая толщина мизерная. Чуть-чуть мокрого теста. Ух, ух, ух. Так, впитывается. Нет. Ну, да, впитывается вязанный материал. Давайте здесь посмотрим. Здесь намного все быстрее. Adidas 27,4 примерно. Джома 28. 28,1. Ну, примерно. Плюс 0. 6,07. А ширина 9. 9,6. Здесь 9,2. Только на плей нажал. И Аня вылетел просто. И свалил. Дьявол, он камеру сваливает. И всегда все. И молодец, как обычно делает. Кот-блогер, ты в курсе? Я всем говорю, это кот-блогер. Какой ты мякушка теплый. Ты посмотри, какие кроссовки. Они мне просто идеально подошли. Идеально. Я их один раз мерил. Неделю назад. И вот сейчас опять надел. Они просто идеальны. Ну, не мой обычный размер. US 9. Без комментариев. И поэтому, если кто хочет брать, то берите не свой обычный размер. Нужно брать на полразмера больше. На пятку наступаю. Ну, нормально. Как и ультрабусты все. Хорошо сгибаются. Большой палец. Ну, вот он, вот он торчит. Все зависит от принта. Насколько будет тянуться. Чем лучше тянется, тем меньше протирается. Если это место вообще не тянется, то и, соответственно, быстрее протирается. Но, по большей части, не протирается. Вот если у вас ультрабусты, напишите, протерлось ли у вас. Вот прям конкретно. Да, изнутри может частично протереть, но не прям вот, чтобы палец торчал. Короче, как повезет. Как повезет, ребят. Они прям вот, знаете, как вот ходишь. Они хороши. Неплохи. Неплохи. Но вот мне много не нравится. Много нравится. Да, здесь обхват за счет вот этих частей. Здесь все по-другому. Нежели чем в классических кроссовках. Но вот обхват хороший. Они мне просто идеальны по размеру. Идеальны. И я боюсь даже представить, если я их оставлю, а отдал я за них 10700, то это будут самые дорогие кроссовки у меня, что ли. Да не может такого быть, ребят. Не может. Нельзя мне оставлять. Я вас лишу тогда. Я думаю, вместо двух пар куплю вот одни крутые. На обзор сравнения. А если я их сейчас возьму, то две пары потом мы не досмотрим. Ладно, я еще подумаю. Прикол. Смотрите, я только сейчас заметил. Здесь Adidas Performance, а здесь Adidas Originals. Я говорю, приколюхи. Ох, одеваю. Они даже не отображаются на камере нормально. Надеваю, одеваю и понимаю, если бы это был бы размер US9, они бы подошли идеально так. Вот большой палец. И вот у меня еще пространство. Это многовато. По ощущениям, да? Я говорю, более высокий взъем. Вообще. Поэтому здесь как бы большой палец не упирается в верхушку. Они кажутся как будто более такие стабилизирующего типа. Тоже сочетание прикольное. Вот цветы QT, да? Типа такой же. Кто-то там говорил, ну, типа какой-то гейские расцветки. Ребят, вообще не расцветки. Так-то обсуждаем о базу кроссовок. Расцветки там разные были. Там и более темные цвета, всякие. Ну, просто интересная расцветка. Прям вот на цвета не поскупились. На пятку наступаю. Ну, примерно плюс-минус такие же ощущения. Только более стабилизирующего плана. Я чувствую, что здесь как-то, ну, более так лучше держит. Здесь нету пластика. Здесь вот такие прорезиненные вставки, да? Приклеенные и вклеенные на поверхность. И классическая шнуровка. Ну, в принципе, неплохо. Насчет того, что держит, наверное, хуже всяко. Потому что вот здесь вот материал помягче. Он легче тянется, видите? Вам, наверное, и не видно. Все сливается. И, ну, я думаю, ногу можно, да, подвернуть. Но здесь размер, говорю, чуть побольше. Если бы мой размер, возможно, было бы чуть по-другому. Ну, по крайней мере, неплохая заявка. И здесь подусилена вот эта зона. А здесь? А здесь она не так подусилена. Здесь она повыше подусилена. Бизинец и большой палец. Пятка держится хорошо. Слушайте, это, блин, ну, 55 евро. Ну, плюс вот если через Гурон там доставлять. Блин, по-моему, это хорошая альтернатива. Кто не тянет, допустим, на те бусты, можете попробовать вот эти джомы. Там у меня еще другие джомы лежат. Пусть так что джома накидывает за их, так сказать, рекомендацию. Но те мне дизайном понравились, по вентиляции не понравились. А вот эти хороши, ребят. Хороши 55 евро, да. Я просто прогоняю по ценнику. Ну, цена-качество, короче, получилось. Глянем, как у нас развязываются шнурки. Здесь они на джоме идеальные по длине, а здесь они большеваты, такие длинноватые. Погнали. 7,9. Очень хороший, офигеннейший результат. Посмотрим, что покажет Adidas. 7,0. Тоже офигеннейший результат. Ну, на шнурки не поскупились. Даже яша в шоке. Да, я. Кого выбираешь? Папа не определил, что лучше. Давай, что нравится тебе? Ему нравится прибор. Что ты так смотришь на него? Ладно, ребята, я не знаю, что мне больше нравится. Яше нравится больше прибор. Да, Янь? Молодец, молодец. Молодец, все. Сейчас будем кормиться. Напишите, что нравится вам, чтобы вы купили достойный ли джома нашего с вами внимания. Ладно, все. Всем пока. И пишите комменты, не забывайте. А то что-то расслабились все последнее время. Яня, не грызи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!